Многие подали ситуацию, находясь между двух границей — грани жизни и грани смерти. Я расскажу про сольфи-экстримы, расскажу через свою историю, которая мне давно удалось прогреться. Началась она со звонка моего друга, мой друг его зовут Летон, позвонил мне, я сказал, слушай, Виталий. У нас скоро 9 мая, и мы совершим большой поступок. Мы планируем совершить склад по реке по озеру Ладога. Мы соберем кораблики с детства по домам России, которые делают дети, и будем запускать их в воде. Склад будем делать на лёд. Он предложил мне съездить в нашу местную детскую помощь, сделать это, то есть перейти к детям, рассказать о нашем событии. Дети сделали кораблики, и уже 1 мая, ну то есть он меня спросил, ты с нами, я подумал, я на тот момент планировал поехать на Випассу, но это техника безблагородного, безсоединённого молочания, где ты без коммунитации, без общины с людьми. Подумал, я согласился. Первого мая мы встретились в Москве, и уже второго мая мы были в Питере, приехали на машинах в Санкт-Петербург. Приехали в Санкт-Петербург, и мы перед собой ожидали увидеть гушующее озеро, ожидали увидеть шторм, ветер, подвороты, течения. Но перед нами была была тихая погода, солнце, не было никакого ветра, и вот такие вот три хлипкие шлюпочки. Вот, мы стали, ну у нас, конечно, повисло такое шуточное, ну шуточное такое ощущение, как бы, есть у вас самый классный Ладога. Вот, мы собрали все вещи, собрали все вещи и пыль от берега. В общем, в нём мы передвигались на лёслах, и останавливаясь в самых памятных местах Ладоги, мы спускали такие бумажные кораблики. Вечером остановились на берегу, разбивали лагерь, жгли костёр, и вечером ночевали в палатках. Примерно в 9 вечера на одном горизонте это озеро заходило солнце, а на другом горизонте происходила луна. Вот, всё это происходило очень одновременно и было очень красиво. На второй день я себя ощущал в раю. Передо мной бескрайние просторы неба, воды, и я заметил, что, наверное, я впервые за несколько лет, за два года жизни, просто бесцельно лежу и смотрю, наблюдая в небо. Всё опасность нашего замысла мы поняли где-то примерно на третий день. Погода стояла тихо и был полный штиль. Чтобы понять, что такое Ладога, то я приведу несколько фактов, которые вам примерно объясняют, что это за озеро. Ширина Ладоги, она составляет 219 километров. То есть, если вы будете стоять на одном краю берега и пытаться разглядеть другой берег, то вы его не увидите. Глубина этого озера 200 метров максимальная, 230 метров. То есть, представьте, вы в лодке, и под вами больше 200 метров глубины. Ну, то есть, я вот сейчас как бы вспоминаю, у меня ощущения такие, ну, мурачные немного. Перепады глубины, они очень резкие. То есть, там может быть в одном месте 200 метров, а в другом месте 70 метров. В связи с тем, что большие перепады, там поднимаются, во-первых, во время шторма и волн неожиданные резкие течения. И шторм, он настолько непредсказуем, что, ну, корабли туда не выходят в принципе, потому что это полное безумство там плавать. В Ладожское озеро впадает больше 40 рек, больше 40 рек и крупных ручьев. То есть, что это значит? Во-первых, все это приводит к тому, что там очень непредсказуемые течения и водовороты. То есть, если вдруг вы окажетесь в воде чуть-чуть вдали от берега, то обратно вы уже не вернетесь. Вас будет засасывать в самую середину озера, в самый большой такой водоворот, который находится где-то далеко. Температура воды 4 градуса и от состояния полного штиля на воде до состояния шторма достаточно где-то 50 минут. То есть, вы можете находиться на озере, может быть полный штиль, в воде тишина и проходит 10 минут, и уже большой шторм с волнами там 3 метра выше. Вот, теперь мы познакомились немного с Ладогой и приходит понимание, что шторма на ней намного опаснее, чем в океане. Никто не предполагал, что на нашу долю выпадет именно такой шторм. Третий день нашего путешествия, полный штиль, тишина, и вдруг через 5 минут начинаются очень большие волны. Метровые, и уже где-то, наверное, еще через 2 минуты они уже достигали 2 метра. Волны, они не совсем как в море, то есть они не плавные, они очень резкие, и ощущение такое, что ты попал в блендер. То есть они резкие, неожиданные, непредсказуемые, и их величина постоянно изменяется, там от максимально большой до максимально маленькой. Мы сразу же автоматически с моим напарником, нас в лодке было двое, сменили курс на берег и начали подплывать к берегу. Есть такая фраза, момента море, помни о смерти. Вот именно в тот момент я думал о смерти. В голове полная ясность, нет ничего лишнего. Вопросы, которые долго не разрешались, преподносятся в виде готовых ответов. Все приоритеты расставлены, решения приняты. Есть сожаление о том, что что-то не сделал. Настала точка подведения итогов всего пройденного жизненного пути. Приходит понимание, что на самом деле важно. В такие моменты начинаешь ценить простые радости жизни, мелочи жизни. Начинаешь ценить тех людей, которые рядом с тобой, твоих родственников, друзей, знакомых. Вторая волна затопила нашу лодку полностью. Мы уже были рядом с берегом. В лодке нас было двое, я и мой напарник Саша. И мы спрыгнули в лодку, подтянули ее за трос к берегу. И постепенно я начал приходить в себя. Взглядом я начал искать остальные лодки на горизонте. То есть у нас было всего три лодки, и ничего не было видно. Ну то есть в таком состоянии берега там невозможно что-либо рассмотреть. То есть вода, она примерно напоминает такие горы и резкие перепады оврагов. Ну то есть там рассмотреть что-либо невозможно. Мы сразу же вызвали МЧС, повесили флаг, разожгли костер. И в любой момент я был готов броситься в воду, чтобы, ну если вдруг я увидел своих друзей, чтобы их спасти и их достать из воды. Пребываю в состоянии шока. Я не заметил, как пробежал несколько километров вдоль берега, чтобы пытаясь рассмотреть силуэты людей. Но ничего не было видно, никого не было видно. В 10 метров от нас, когда мы остановились в том месте, где остановились, там стоял лес. Деревья были 20 метров, и у нас с собой была канистра с бензином. И этого было бы достаточно, чтобы разжечь большой костер, и этого костра было бы видно с вертолетов. И тут вдруг неожиданно раздается звонок. Мне звонит Эд, звонит с пропавшей лодки. И был ли я рад? Я был очень сильно рад, ну счастлив. То, что ребята оказались живы, оказались, что они пропулили несколько километров вперед и остановились возле какой-то военной базы. В этот момент, когда я там находился, я не замечал, что ноги у меня были разбиты об камней, пока я бежал, ну то есть я их разбил полностью. Сидел я в тот момент на холодных камнях, и одежда у меня была полностью мокрая. И температура там была, наверное, где-то около 8 градусов. Вот. В принципе, в этот момент все было уже неважно. Через несколько часов команда приплыла к нам на помощь, и в этом месте мы разбили лагерь, и новый сюрприз ждал нас вечером. Как выяснилось, вечером в этих местах там жили дикие кабаны, вот, с которыми лучше не встречаться. Было ли нам страшно? Не могу сказать, было ли нам страшно, но из зоны комфорта мы вышли однозначно. Вот. Помимо кабанов, для нас было новое открытие, когда мы узнали, что там водятся не только кабаны, там еще водились медведи. Но об этом мы узнали позже. На четвертый день шторм усилился, волны уже достигали 3 метра, и было страшно. Мы знаем, что смелость проявляется не в том, что страха нет, а смелость проявляется в том, что тебе страшно, но несмотря на свой страх, ты делаешь шаг вперед. И у нас была возможность остаться, переждать, подождать, пока волны сойдут, когда вода успокоится, и потом в стиль поплыть дальше. Но подвиг дедов наших, которые когда-то совершили именно на этом месте, он заставил нас пойти вперед. Ну, то есть не сдаваться, и вот в этот шторм, который был еще больше, чем вчера, выйти обратно в воду. Вот. Намного безопаснее было бы плыть вдоль берега, но вдоль берега там попадаются большие камни, и в такой шторм, если на лодке попасть об камень, то она просто-напросто разбивается в щепки. Поэтому нам пришлось отплыть далеко от берега, и как бы гарантией того, что если вдруг лодка затонет, что мы доплывем обратно, то есть, ну, ее практически никакой не было. Вот. В последнее время многие говорят о дискомфорте, о том, что нужно выходить из зоны комфорта, и вот это вот понятие, как зона комфорта, выхождение из нее, она мне очень сильно понятна. Ну, расскажу на своем примере. То есть я за последние 6 лет, наверное, побывал в больше 30 городах России, объехал, объездил в больше 10 стран мира, и за последний год я проехал за рулем 60 тысяч километров. Чтобы понять, что это за цифра, это значит, можно объехать вокруг Земли один раз и еще сделать полкруга. Это 60 тысяч километров. И вообще мне претит жизнь спокойная, ну, то есть, как бы спокойствие, это, ну, спокойствие и я, это на разных полюсах находится. Но в тот момент, находясь там на волнах, находясь в этом шторме, единственная мысль, которая мне, ну, придавала, наверное, такое счастье или единственное, что я ожидал, это просто оказаться дома в тишине, в спокойствии и вот без какой-то вот этой вот суеты, без этих всяких там рамок выхождения из зон комфорта и просто оказаться дома. Вот. Это то, что единственное, что мне было нужно на тот момент. Зона дискомфорта, есть у меня такое понятие, что через какой-то момент она становится из зоны некомфортной, переходит в зону комфортной. То есть мы плыли несколько часов и то, что происходило на воде, через несколько часов мне уже начало нравиться. Ну, то есть я уже стал испытывать это удовольствие и, как бы, ну, это удивительно, но это так. Вот. Через несколько часов я чувствую себя намного увереннее и происходящее мне стало нравиться. Нужно поймать момент и успеть правильно заплыть надвигающуюся волну. То есть когда такие большие волны, они могут легко перевернуть лодку, корабль, и там нужно вот, ну, очень аккуратно лавировать и постоянно находить состояние фокуса. Вот это состояние фокуса, оно мне помогло справиться с моей морской болезнью, которая там у меня, оказывается, проявилась. Ну, которая, оказывается, я не знал, что она у меня есть, но она у меня есть. Морская болезнь, если кто-то был в море, знаете, что такое. Это очень неприятно. Вот. В общем, в воде был такой своеобразный серфинг на лодках. 7 мая мы подошли к финишу. В общей сложности мы проплыли около 200 километров. 200 километров вот такие вот шторма, вот на таких вот волнах. Чего мы достигли, проплыв? Ну, первое, мы испытали себя. Мы укрепили нашу дружбу, у нас было 7 человек, и каждый из тех людей, которые со мной находились в тот момент, ну, для меня стал очень близким другом. Мы до сих пор общаемся, и, например, даже мы запустили там несколько совместных проектов. Ну, то есть мы не просто дружим, общаемся, мы еще совместный бизнес делали. И самое главное, что мы сделали, мы протянули нить от настоящего к прошлому. Ну, то есть мы выразили свою благодарность людям, которые когда-то проложили дорогу жизни в дни блокады Ленинграда. Мы выразили память о них своим поступкам. Философия экстрима, то есть что это имеется в виду? Зачем все же совершать такие экстремальные поступки? Почему вы не жить спокойной жизнью и все же делать какие-то такие вот подвиги? Давайте представим, у каждого из нас есть с вами обычная привычная жизнь. Работа, бизнес, график, который у нас там установлен, знакомые, друзья. И чем больше у нас цели, тем больше ответственности у нас возлагается. Ну, то есть у каждого из нас есть с вами какие-то цели в жизни. Их размер прямо сопоставим с ответственностью. И первая ассоциация со словом ответственностью — это стресс. Ну, то есть чем больше ответственности, тем больше стресса в жизни. Тем больше планы, тем больше стресса. Жизнь на большой скорости равно большой стресс. И у каждого из нас есть внутренний потенциал. Внутренний потенциал — это то, насколько мы себя реализовали в своей жизни. Экстрим — это ситуация, в которой наше положение в обществе, размер машины, лейбл на футболке или размер денег не имеют никакого значения. То есть представим, что мы оказались в горах в Антарктиде, прыгнули с парашютом или нырнули в бездну океана. В эти моменты мы оказываемся наедине с природой. И мы открываем в себе то, что заложено нас природой. То есть когда-то нам было дано с рождения, и, возможно, мы в себе это не реализовали, этим мы не воспользовались. В такие моменты на единицу времени приходится намного больше стресса, давления, намного больше сложностей, и в какой-то степени это нас закаляет. То есть закаляет наш внутренний дух. Наш потенциал растет, а наши границы расширяются. И вот мы вернулись домой. Прошло 10-20 дней. И если задать вопрос, тот ли же этот самый человек, который уезжал, и тот, который вернулся сегодня, это совершенно два разных человека. Ну это хотя бы можно оценить по взгляду. То есть мы, например, можем встретить такого человека, посмотреть, если мы его видели до и видим сегодня, то его взгляд наверняка очень сильно изменится. Это замечают окружающие. Оказавшись в привычной жизни рядом с прежними возможностями и проблемами, мы как минимум на несколько ступеней выше. Ну то есть переживая такие события, мы вырастаем. То есть оказываемся немного на другом эшелоне, чем были до этого. Теперь проблема для нас это просто ситуация. Раздражение возникает намного меньше, и стресс возникает тоже намного меньше. Мы становимся выше всего этого. И совсем скоро я буду делать восхождение на горы Эльбрус. Это высочайшая, одна из самых высочайших вершин мира. Если спросите зачем, то я отвечу за экстримом.